всем привет таки друзья с вами кирилл сакаст и сегодня у нас марл стайк форс сегодняшнее видео будет посвящено продолжением героев по тегам и на очереди нас друзья буяна записал только что этот видеоролик и оказывается забыл включить запись разговаривал минут 15-20 просто с пустотой придется поэтому все заново проговаривать начнем из шатерстара шатерстар отличный герой который поможет вам в реализации арены но только используется с счастливчиком очень сильный дуэт для арены если получите в начале игры это конечно будет пушка они разрывают нереально жестко но если вы прокачиваете только одного героя 2 вас нет это не имеет смысла они качаются только в дуэт если есть дуэт можете смело прокачивать если нет то можете забить дальше лунный рыцарь лунный рыцарь отличный герой но он подходит больше для мидгейма потому что это пак царство теней и можно было конечно прокачивать максимум только для арены но количество звезд которые можете получить для этого герой ограничены потому что он не фармиться и слишком большие к удаун и у данного героя не позволяет ему реализовывать себя где-то в компаниях либо в рейдер герой неплохой но это больше под метки человек-паук симбиот отличный суперский герой если получите его это будет пушка потому что помогает много что закрывать и темная 3 темная 4 плюс это основа пока симбиоты пак симбиоты тпп и может быть и пвп пока даже на арене некоторые используют его full но на арене full симбиоты не самый топовый пак герой классно если получите можете смело прокачивать призрачный гонщик неплохой герой об искал даже отличный это основа пока сверхестественные может использоваться в паках с буянами либо какая-то синергия с негативными эффектами поначалу можно для закрытия контента его прокачивать для компании мистиков для компании героев но без под полноценного пака потом его тяжело реализовать поэтому когда соберете сверхестественные он пригодится этот пак вам для войны альянсов но не более а так для прохождения контента дальше карнаш карнаш отличный герой который можно прокачивать поначалу для прохождения компаний злодеев плюс они в некоторыми паками можно его использовать для арены но этот под миксап и дальше конечно же этот герой играется в симбиотах как я уже вернулся там паукова великолепный парк корпус глэйв отличный дамагер используются либо в дуэте с проксимой но раскрывает свой полный потенциал именно в черном ордене но черный орден это больше high level контент начал тут так не собрать поэтому можете смело его пропускать как сольный персонаж довольно таки слабый саблезубый саблезубый играет у нас в мародерах используется зловещим с м и фрост это пак для защиты войне для прохождения контента герой не потребуется нет хорошей синергии нет таких грамотных взаимодействий поэтому пропускаете не марк не враспользуется освобождение альянсов для нападения с паком f4 но сейчас заменили его на серфера для атаки либо для защиты либо используют женщину халк в защите с f4 поэтому герой сейчас теряет свою актуальность в миксапах в аренах в рейдах не играется дэдпул неплохой герой но поначалу можно его смело пропускать потому что нет хорошей синергии используется в паке сила x но сила x это для нападения войне каких-то миксапах герой не сыграет максимум может и с киблом брать но синергия не самая топовая намного лучше будет потратить какие-то ваши ресурсы на ту же самую вдову скайна глаз это дуэт будет намного профитнее поэтому можете смело пропускать существо существо у нас используется в паке f4 либо в защите либо к нападении но сам по себе герой не имеет хорошей синергии как sony писаж можно максим использовать его буянок но это на самом деле не имеет никакого смысла потому что нет хороших взаимодействий только просто урон так но это не более друзья так поехали дальше x 23 x 20 хороший герой один из топовых для плп в реальном времени можно поначалу использовать этого героя в арене в миксапах зима x23 шатерстар счастливчик это будет уже жесткая четверочка там добавить какого-то еще пятого героя тогда под разные темы и будет такая топовая пачка для арены но это поначалу дальше используется этот герой нас паки сила x для нападения но не более для прохождения контента для рейдов не пригодится вам данный герой ультимуса получить очень тяжело особенно сейчас потому что чтобы получить вам нужно собрать герой на 7 звезд потом с него как вы будете получать осколки вы будете получать пыль и так далее то есть это долгий процесс сам по себе герой довольно таки слабый мало статов нет хорошей синергии и можете смело его друзья пропускать псайлок неплохой герой но используется только в людях x невероятных людей кикс и так далее можно максимум использовать в буянах но там смысла на самом деле в этом мало так раскрывается потенциал именно в стартовом паке это с шторм это росомах это циклоп то есть в таком если где-то отдельно прокачивать нет смысла данного персонажа потом потому что не пригодится гамора когда-то это был один из мощнейших героев по урону на старте игры на сейчас к сожалению герой не имеет актуальности с мало статов нет синергии даже в стражах не единственный пак есть для этого персонажа там его не используют ее человек-паук герой тоже мало статов и забыты нет синергии можно использовать его в паучьей вселенной либо в буянах но там не там он не играется потому что мало статов и вот только из-за того что мало статов и нет хорошей синергии а так принципе если подрывок и конечно было бы пушка капитан марл капитан марл может пригодится вам для стартовой арены потому что очень большой брустовый урон так в принципе это герой больше ориентирован именно какая-то затычка под пятый пак то есть не хватает первого пятого героя в паке добавляют ее для рейдов бесполезно используются для войны и можно закрыть и старту арену дальше по компании я бы на самом это герой не использовал потому что слишком долгие кулдауны она ультимативно без ульты она довольно таки слабая росомаха пригодится только в паке с людьми икс псайлок с эклопом но сам по себе довольно таки слабый очень быстро меняется поэтому поначалу я даже не прокачивал бы данного героя слишком быстро он оттуда вылетает мисс марл вот этот герой которая основа пак буяна если вам нравится пока взаимодействие с срочными помощьми то это вам пригодится на этот герой но не более сам по себе может еще используется в паке юные мстители юным среди покушать сильнее чем полностью буяны но герой больше подведем каких-то прям хороших взаимодействий поначалу с ним к сожалению нет от роде а им используется только в пальчике своим если вы не играете через за не можете смело пропускать для сольного прохождения не пригодится человек паук маял сыграет либо с питером паркером у синергии довольно таки слабая либо с мисс марл как раз таки в паке юные мстители пак как я уже говорил больше под медгейм под войну для арены не пригодится для закрытия ридов тоже не пригодится поэтому можете пропускать на стереотик относится с злодеем паучья вселенная сейчас если брать этого героя под стартовую пачку злой шестерка там он играет но пак сам по себе злой шестерка довольно-таки слабый это одноразовый пак пригодится только для войны для рейдов сомнительно можно с ним максимум закрыть небольшую компанию злодеев но не более то есть это предел этого пока дальше а если брать уже хороший пак злой шестерка с доктором октайусом легендарным героем там его не используют этого персонажа поэтому он вылетает довольно таки быстро из хорошего пока можно пропускать не было ситуация как из гамора нет синергии мало статов можно смело пропускать не пригодится нигде мастер клинка руки мусор трешерка не играется можете смело пропускать железный кулак используются паки защитников у защитников сейчас разбили по другим более хорошим паком сейчас от герой будет раскрываться только в войне в защите альянсов это герой по найму там это будет чуть ли не рейд босс весь этот пак но это больше медгейм и как раз таки late game контент черная пантера черная пантера играется ваканде на ваканде сам по себе слабый пак поэтому я бы не прокачивал данного героя максимум что можно закрыть стартовую компанию попробовать мистиков с ним либо героев также можно взять его с буянами с мисс марвел но тоже не имеет особо смысла потому что потом герой теряется просто теряется это получается лишняя трата ресурсов саргала немножко поинтереснее в этом плане потому что поначалу может помочь закрыть стартовую кампанию героев это раз дальше он уходит в пак с лунным рыцарем это царство тени пак относится к медгейму хайл его контенту но поначалу тоже довольно таки специфично его прокачивать америка чаюсь на сыграется с мисс марвел пак юные мстители как я уже был к медгейм больше именно пак поначалу не пригодится химдель играется настолько в детях асгарда пак сам по себе сейчас теряет свою былую мощь больше тоже в медгейм стал можно если поначалу прокачивать прокачать весь пак деть асгарда можно закрывать рейды поставить на арену на на арене довольно таки сейчас на данный момент слабый пак из-за наличия симбиотов симбиоты разрывают они таки просто всех детей асгарда поэтому можете пропускать электро поможет вам закрытие стартовой кампании злодеев но это предел данного персонажа она будет уходить в пак с сорви головой с лунным рыцарем во царство теней поэтому выкачивать и прям как-то супер жестко не имеет смысла довольно таки быстро забудьте про данного персонажа на какое-то время жнец кри играется только в крик крив сам по себе пак мусорный поэтому пропускайте белая тигрица белая тигрица довольно таки неплохой тоже герой поначалу поможет вам закрыть максимум это компания героев это компания мистиков но на этом все дальше используется только в паке царство теней с взаимодействием с рыцарем с луном сорви головой это больше я уже говорил midgame контент можете прокачивать но не более друзья кулинг винг этот персонаж я еще не протестировал его но точно знаю что герой пригодится в войне альянсов для защиты как и железный кулак герой по найму будет один из самых жестких паков именно в войне но не более пока но на этом друзья у нас все получается рассказ про буянов напишите в комментариях какой пак вы по точнее какой тег вы хотите увидеть следующий подписывайтесь на канал и конечно же всем удачи и до новых встреч пока пока